Всем привет! В этом видео я вам покажу, как можно собрать наши выкройки, которые вы приобретаете на сайте еленопленкина.ру. А конкретно я покажу, как собрать выкройки, которые распечатали на листах А4. На первом листе у нас идет название выкройки, фото изделий на моделях, описание выкройки, прибавки на свободный облигане. Также есть расход материалов, рекомендуемые материалы и раздел спецификации деталей. В таблице расписано название всех деталей, а также количество, которое необходимо выкроить. Ниже на схеме расположены детали, которые есть в выкройке. Это не схема, которая подходит именно к этой выкройке. Это просто схематическое изображение деталей, то есть это схема во всех размерах. Также есть тестовый квадрат. Сначала печатаем страницу с тестовым квадратом, измеряем его, и если тестовый квадрат совпадает, то печатаем всю выкройку. Не нужно сразу вырезать все детали, а потом собирать их как пазл. Да, бывает и такое. Сначала нам нужно склеить все листы между собой. На наших выкройках идет нумерация из букв и цифр. Может одна буква А идти горизонтально, то есть строкой, а может идти вниз, допустим А01, ниже А02, а может идти в таком варианте, как у меня. Когда вы будете выкладывать все листы, вы увидите, что именно детали выкройки должны совпадать между собой. Далее внизу у меня пойдет линия с буквой Б и далее с буквой С и так далее. Листов может быть 5, 6, 7 в одной строке. И теперь можно нам склеивать все листы между собой. У нас есть удобные рамочки, чтобы совмещать все листы. То есть листы не стык в стык, а именно убираем рамки с двух сторон и совмещаем именно по детальным выкройке. В принципе эти рамочки можно и не срезать. Я это никогда и не делаю. Можно как вариант срезать только уголочки и совмещать получается выкройку по уголкам. Чтобы нам было видно именно уголки самой выкройки. Склеиваем сначала такими небольшими кусочками скотча. То есть я сразу не клею широкой полосой скотча сверху до низа. Потому что если что, можно будет узкую полоску скотча срезать и аккуратненько выкройку, если что, подвинуть. Далее у меня пошел второй ряд. Вот. Я вообще, кстати, ни уголки, ни рамки не срезаю. Я просто совмещаю их на просвет, потому что прекрасно эти линии просвечивают через листы. Ну, конечно, единственный минус, что за этой рамочкой у нас часть выкройки скрывается. Но это не критично. Но если вы переживаете, что что-то соберете не так, то, конечно же, лучше с двух сторон рамочку срезать. Я, повторюсь, не срезаю. Я вот таким образом просто стыкую линии двух рамок. Точнее, линии вот этой самой выкройки. У меня, получается, рамки остаются. Они мне, в принципе, не мешают. Я соединила между собой ряд А, ряд Б. И сейчас у меня будет еще ниже ряд С. Бывают, конечно, их и больше. Бывают и 5-6 рядов. Я просто вам показала выкройку, которая здесь помещается более-менее в кадр. И после того, как мы склеили кусочками небольшими, уже можно проклеить полностью все листы широкими полосками скотча вдоль и поперек. И вот только потом можно будет уже детали выкройки вырезать. Повторюсь, не вырезаем отдельно детали на каждом листе. Потому что были такие случаи, что вырезали выкройку сначала, а потом не могли этот пазл собрать. Нумерация дана для того, чтобы вы очень быстро и удобно собрали всю выкройку. Программы, в которых мы делаем выкройки, автоматически разбивают выкройки на листы А4. Поэтому, если вы распечатали выкройку в верном масштабе, вы должны легко ее собрать. И перекоса в линиях деталей быть не должно. Если вдруг что-то у вас не так, то проверяйте свой принтер. Обычно бывает перекос на струйных принтерах, либо у вас неравномерная подача бумаги из лотка. Было пару случаев, когда мне посылали фотографии, и действительно линии не совпадали. Но перепечатав этот же самый размер у себя, я легко собираю выкройку, и перекосов никаких нет. Еще покажу вам варианты раскладки следующие. То есть раскладку мы делаем не вручную, а программа сама делает раскладку так, как ей удобно, чтобы было компактное расположение деталей, чтобы бумаги выкройка занимала меньше. И, как видите, здесь уже листы идут немножко по-другому. То есть расположение здесь выкройки немножко другое. Вы это можете заметить по направлению букв и цифр. Сначала выкладываем листы с обозначением А, и затем уже Б. Видите, они уже тут идут не снизу, а сверху, потому что у нас выкройка перевернута как бы боком. И выкладываем уже Б. Листы Б. Смотрим, что детали выкройки совпадают. Далее выше еще будет у нас ряд С, и может быть еще больше С, Д и так далее. Повторюсь, что выгрузка на раскладку, именно детали выкройки, она автоматическая. И программа сама выбирает, как удобнее сделать раскладку. И точно так же, как я показала в первом варианте, собираем все листы. Субтитры создавал DimaTorzok